Приветствую вас. Ситуация заключается в том, что вы задронули довольно серьезную тему, которую надо бы по-коротему разбирать в личных консультациях с вами, потому что проблема, она ясна, она понятна вам, и в принципе можно будет охарактеризовать цели, можно будет охарактеризовать какие-то методы, но вот то, каким путем вы будете двигаться туда, в светлое будущее, это решать и выбирать вам. И решать и выбирать вам только лишь в процессе консультации личных. Поэтому я бы вам рекомендовал для начала, если вы действительно хотите свою проблему решить, если вы действительно хотите свою проблему проработать, я бы рекомендовал вам разобрать для себя, рассмотреть для себя возможности все-таки обратиться в приватном режиме к эксперту, который вам понравится. И поработать с ним, потому что ваш путь все-таки, которым вы будете двигаться, то есть то для вас ближе, то для вас легче, то для вас правильнее, да, к своей цели, в путь, которым вы будете двигаться к цели, он у вас свой. И какие бы методы не предлагали вам эксперты, но все равно без конкретного общения с вами все эти методы остаются, ну, своего рода, такими, знаете, шаблонами, которые не обладают душой, не обладают одухотворенностью в данном случае. Ну, для начала, вот, исходя из того, что я прочитал, да, давайте по порядку. Значит, я не могу постоянно, не могу перестать постоянно думать о просьбе, и в последние месяцы это все больше на меня давит. Значит, а что хочется сказать? Вы забрали такой элемент, как ностальгия, чувство ностальгии, и чувство ностальгии, оно, знаете, оно довольно призрачно. Я поясню, почему. Вот, мы переживаем какой-то момент, яркий, там, сильный, счастливый, либо наоборот, не очень счастливый, бывает и грустный момент. И мы выходим из этого момента, мы идем дальше, мы двигаемся дальше, в какой-то момент нам хочется вновь ощутить то, что было с нами. В какой-то момент мы чувствуем желание вернуться в прошлое и жить там. И вы пытаетесь, как вы говорите, писать друзьям, да, но это уже другие люди. Наверное, вы еще что-то делали для того, чтобы, ну, я имею в виду, кроме фотографий, для того, чтобы как-то вернуться в прошлое. И давайте представим себе ситуацию, при которой вы действительно смогли бы туда вернуться. То есть все бы стало на свои места, вообще все. И люди были бы теми же, и ситуации были бы теми же, да, и вы сами оказались бы в этой ситуации. В той же роли, какой вы были тогда. То есть все возрастилось на круге своя. И как бы вы тогда пересели какую-то ситуацию, как бы вы тогда пересели этот момент? Ну, например, те моменты, которые запечатлены на фотографиях. Вот, как, а не как. Вы бы никогда не пересели эти моменты. И знаете почему? Почему? Потому что ностальгия и моменты ностальгические определяются не только ситуациями. И не только ассоциациями. Это все вторично. Первично идет скорее опыт. Опыт, который вы получили. То есть, если, например, вы в первый раз, или будучи в каких-то отношениях, да, с кем-то, что-то делаете. Что-то вас вызывает, там, радость, счастье и так далее. Но если у вас это завершилось, то вы получили опыт. И вернувшись туда же, обратно, повторяя, повторив этот опыт, этот опыт уже не будет претен. Этот опыт уже не будет новым. Этот опыт просит. И если вы получите еще один прошлый опыт, у вас будет ощущение вторичности. У вас будет ощущение, что это уже было, что это совсем не так. Потому что яркость моментов определяет не сами моменты, а восприятие человека. А восприятие человека зависит от многих факторов. Таких, как, например, желание человека, опыт, сознание, там, и так далее. И из-за этого вы не сможете, не смогли бы испытать те чувства, которые вы хотите испытать, смотря на фотографии, и которые вы испытывали тогда. Потому что тогда вы получали новый опыт. Разного вида, разного формата, разного класса. Это был новый опыт. А сейчас речь идет именно о прошлом опыте. И этот прошлый опыт нельзя взять и забыть. Ну, кроме, разве что, гипноза. Но там тоже свои моменты. Поэтому вот если говорить о ностальгии, чему, собственно говоря, посвящен первый абзац, письма, то она раскрывается через подобное определение. Если вы для себя примете вот эту точку зрения, или саму идею ностальгии примите для себя, я думаю, что, по крайней мере, мотивация к тому, чтобы смотреть фотографии, и окунаться в прошлый и счастливый момент, у вас будет гораздо меньше. Так и дальше. Вы пишите, что в последние месяцы это стало сильнее. То есть, то есть, есть последние месяцы. То есть, именно вот относительно недавно вы стали испытывать более сильную потребность в том, чтобы думать о прошлом. Давайте подумаем с вами тогда. Что повлияло на вас? Какие жизненные ситуации заставили вас больше думать о прошлом? Мы сейчас постепенно переходим из определения самой ностальгии и человека в контексте ностальгии. Мы переходим от этого к вам настоящей, к вам реальной. Во-первых, необходимо определить обстоятельства, которые повлияли на вас. и их значение для вас. Вполне вероятно, и это вытекает из того, что вы пишете уже во втором, таком довольно объемном абзаце. Кстати, второй довольно объемный абзац, ну, по сравнению с первым, посвящен настоящему. И он, хотя бы в силу того, что он больше, как бы свидетельствует о том, что настоящее вам все-таки вас. Но здесь есть ряд проблем. Ваших проблем. И перед тем, как их перечислить, я хотел бы сказать следующее, что для вас и для каждого из нас ностальгия – это средство бега от реальности. вам не нравится, какая вы здесь и сейчас. Вы об этом пишете. И именно из-за того, что вам не нравится, какая вы здесь и сейчас. Именно из-за того, что вас что-то не устраивает в вашей жизни. Именно из-за того, что количество, качество и темп получения нового опыта отличаются на данный момент от того, что вы получали тогда. Заметьте, качество, количество и темп. Каждая из этих характеристик обладает принципиально важным значением. И отсутствие любой из них влечет за собой ностальгию. Ностальгия – это, по сути, продукт ощущения разницы расширенность сознания тогда и сегодня. Тогда у вас сознание за счет количества, качества и темпа получения нового опыта расширено было в определенной степени и оно было наполнено соответствующе. А сейчас, когда у вас сознание обладает той же той же величиной объема наполнено гораздо меньше или она иная. И из-за этого раздается ностальгия как стремление к тому самому темпу жизни. Надеюсь, вы понимаете. То есть само желание, сама потребность, которая оформляется в ностальгию. Она нормальна. Ее не надо подавлять. С ней не нужно бороться. Нужно ее просто правильно сознавать, именно сознавать, то есть отдавать себе отсчет в ней и действовать корректно, исходя из потребностей, а не из формы. А ошибка ваша в том, что вы форму принимаете за потребность. Это, как вы понимаете, неправильно. Теперь, значит, по поводу проблем. Проблемы, условно говоря, толкают вас на то, чтобы ностальгировать. первая проблема это то, что вам 32 года, то есть определенно некий кризис имеется, то есть понимание того, куда вы идете, кто вы, собственно, встают вопросы самореализации, самоактуализации, встают вопросы о своем призвании, да, встают вопросы о собственном значении, о собственной успешности и так далее. То есть 32 года это возраст вот как раз становление подобных вопросов. Далее, развод. Вы пишете по вашей инициативе и здесь ситуация заключается в том, что развод по вашей инициативе, по инициативе партнера, не важно. Важно, что развод это травма, а травма оставляет след. И раз травма оставляет след, значит, это влияет на ваше поведение. И развод так или иначе влияет на ваше поведение. Вы не пишете, когда был развод и не пишете хронологический порядок развода и наплыва ностальгии, но я думаю, что развод был таки раньше, я думаю, что развод был раньше наплыва, но тем не менее. То есть и возраст, и развод необходимо прорабатывать. То есть ваше отношение к нему, те выводы, которые вы сделали, основываются на этих факторах. Установки, которые появились в результате этих фактов, установки, это определенные взгляды, которые негативно сказываются на вашем поведении и отношении к себе и к людям. Далее вы пишете детей нет. Ну, здесь тот момент. То есть ходите ли вы детей? Если да, то что мешает? Если нет, то чувствуете ли вы себя полноценны? Не чувствуете ли вы себя, например, не такой, как все, или того, что у вас все детей в 32 года? То есть нормально вы относитесь к этому? Тоже очень важный момент. И тут нужно понимать, на всякий случай скажу, что дети являются естественной формой развития отношений между партнерами. Естественной, но не обязательно. То есть люди могут встречаться, люди могут жить в смерти, люди могут быть в браке, но у них может не быть детей. Это нормально. И поэтому как бы очень важно понять ваше отношение к этому. Дальше. идеализируя прошлое в периоде 10 лет назад. Ну тоже момент я надеюсь вы понимаете какой. То есть вы пишите было много друзей, студенчества, отношения и вы далее сравниваете то, что у вас есть сейчас с тем, что было тогда. Тогда был процесс становления, познания, тогда был процесс свободы, тогда был процесс такой некой безбашенности, ощущение того, что вся жизнь впереди. И это естественное состояние, за которым следует состояние реализации и развития. А у вас этого не получилось. У вас несмотря на финансовую стабильность нелюбимая работа, у вас несмотря на успешность нет у мужа, нет семьи, и вы по сути дела не реализовавшись пытаетесь вернуться в то время, когда вы не были реализованы, но не потому, что у вас не получилось, а потому, что в принципе не могли. То есть понимаете, какая получается интересная ситуация? вы как будто защищаетесь от собственной нереализованности, от собственной несвободы, по сути дела от собственного личностного выбора, который вы совершили, ведь вы развелись и выбрали свой себе мужчину в соответствии со своим решением, и на работу вы пошли, которую вы не любите, то не соответствует со своим решением. Да, это решение было чем-то продиктовано, но оно было ваше, а это значит, что это был личностный выбор, и вот этот личностный выбор вы видимо не можете признать ошибочным, и не имея возможности принять его ошибочным, защищаясь, защищаясь, вы ностальгируете и естественно пытаетесь освободиться от гнета, потому что тогда вы никому ничего не были должны, когда вы были студентами, а сейчас вы чувствуете, как от вас требуются, 32 года нужно быть успешным, 32 года нужно иметь семью, нужно иметь детей, и так далее, а у вас ничего нет, а да, и работа должна быть любимой, и так далее, вот этого ничего нет, единственный момент какой, либо вы корректируете свою реализацию, вспомните пожалуйста, о чем я говорил в начале, в самом, либо вы корректируете свою реализацию, то есть реализуетесь правильно, так, либо вы оставляете свою линию поведения текущую, но прорабатываете социальный аспект, то есть отношение других людей к вам, вот вы говорите, что люди, с которыми вы не общались очень давно, подумали про вас что-то не очень доброе, а почему эти люди обязательно подумали про вас так, откуда у вас подобный негативный взгляд на то, что вы ну например написали скажем людям, вот откуда у вас этот негативный взгляд, что же интересно было бы узнать, ну не общались, да, какое-то время не общались, понятно, ну и изъявили вы желание пообщаться, что в этом плохого, почему вы тут, то есть люди подумают, ну ладно, почему вы так считаете, что это не очень хорошо, единственное, могу сказать, что в глубине души, или может быть в своем подсознательном уровне, на подсознательном уровне, вы конфликтуете с общественным мнением, соответственно этот конфликт тоже нужно снять, потому что намаздалось, вот вы пишите, все перешли на новый этап, наверное, у них все хорошо, а у меня ощущение одиночества, смотрите, во-первых, именно все перешли на новый этап, а вы нет, об этом я сказал, то есть у них все хорошо, это неправда, проблема есть везде, просто вы видите внешнюю сторону, а другую сторону вам никто не показывает, ощущение одиночества это вынужденное положение, вам нужно учиться не бояться одиночества и уметь находиться наедине с собой, извлекать от этого пользу, чтобы воспринимать это как плюс, когда вы перестанете быть зависимой от одиночества, когда вы перестанете бояться его и сможете стать наконец равноправным партнером в отношениях, потому что вы не будете бояться остаться одна. На данный момент пищевые нет любви и серьезных отношений и наездшие работы, которые вы сильно пытаетесь сменить. Так, ну, нет любви и серьезных отношений, это вообще отдельный пласт тем, отдельный пласт тем. Если говорить о любви и серьезных отношениях, то для чего они вам? Какое место вы занимаете в них, в любви и серьезных отношениях? Что для вас любовь, что для вас серьезные отношения? Что вы можете дать партнеру? Что партнер должен вам дать, по-важному мнению? Какое положение вы занимаете в отношениях, по-вашему мнению? Какой партнер? Какой образ женского поведения? Какая модель женского поведения у вас? И какая модель мужского поведения по-вашему соответствует модели поведения вашей? На основе чего вы строите отношения? И почему не сложились предыдущие? Это тоже очень важно. поэтому если говорить о любви и отношениях, то разбирать нам нужно именно это. И вот как я вам сказал в начале, что понимаете, проблемы они истные. Проблемы они истные. Как их решать? И что из этого является проблемой, а что нет, можете определить только вы. И для того, чтобы это определить, нужно работать с вами. И работать, скорее всего, на постоянной основе. Потому что при работе с вашими взглядами, с ценностями, установками и при уровне вашей защитной реакции, хотя бы на примере ностальгии, можно говорить, что вы не сразу примете какие-то новые для себя вещи. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!